Девушки отдыхают И ко мне приехал журналист из газеты Мейль И говорит, можете дать пастору, пожалуйста, интервью? Я сказал, давайте И мы начали беседовать Журналист спросил, пастор, скажите, а в чем различие между вами и другими церквями города Тегу? Я сказал, как это можно описать одним словом? Он попросил, ну пожалуйста, расскажите, пожалуйста, вкратце Я спросил, вы ходите в церковь? Он говорит, нет, не хожу А почему? Почему не ходите? Ой, пастор, это долго рассказывать Ну ладно А вы слышали, что Иисус Христос умер на кресте? Естественно, пастор, я об этом слышал А почему он умер? Он умер за наш грех Вы точно, ясно знаете об этом Есть различия между нашей церкви и церквями других Мы и они верят о том, что Иисус умер на кресте за наш грех Мы тоже веруем, что Иисус умер за наш грех Но другие церкви Говорят, что хотя Иисус умер на кресте за наш грех Но в многих церквях говорят, что поскольку мы грешим, у нас много греха Конечно, может, не все одинаковые Но большинство церквей учат так Мы же говорим иначе Мы говорим, что Иисус Христос умер на кресте за наш грех И наш грех был омыт Тогда журналист был очень сильно удивлен И спрашивает, пастор, правда, в других церквях учат о том, что они грешники? Я сказал, я очень много раз видел подобных людей Вы не у меня спрашиваете? Спросите в других церквях Знаете, журналист не мог полностью меня понять И спросил, а скажите, пастор, тогда во что они верят? Если Иисус умер на кресте за наш грех, значит, наш грех должен быть омыт Однако, если они продолжают говорить, что они грешники, тогда во что они верят? Я им сказал Да, действительно, это правда И правда, не можете в это поверить Знаете, Он не то, что не может поверить Что кровь Иисуса Христа очистила наш грех Он не мог поверить, что люди, веруя, что Иисус умер на кресте за них, но их грех не омыт И поэтому несколько раз спрашивал, правда есть такая церковь? Я ему сказал, большинство церквей в городе Тегу верят так А пастор, а ваша церковь как верует? Мы верим, что если Иисус умер на кресте, значит, обязательно наш грех был омыт А мы же грешим Тогда как мы можем сказать, что мы праведники? Да, хотя мы грешим, но Иисус Христос очистил не только часть нашего греха, а полностью весь наш грех Поэтому мы веруем, что мы праведники А что, в других церквях не так верят? Я сказал, конечно, я не могу сказать, что им прям все Однако большинство церквей Все знают о том, что Иисус Христос умер на кресте за наш грех Однако большинство из них говорят, что они грешники Я сказал Я передавал Евангелие многим людям И часто, открывая Кремля, нам 3 главу, 23-24 стих К 3 главе Кремля, нам 23 стихе Написано, потому что все согрешили и лишены славы Божией 23 стих говорит, что мы все согрешили и лишены славы Божией Однако, что нам говорит 24 стих? Получая оправдание даром поблагодарить Его Искуплением во Христе Иисусе Да, Кремля, нам 3 глава, 24 стихе 3 глава написано, что мы грешники Но в чем разница между 23 и 24 стихом? 23 стих говорит о том, что мы согрешили А 24 стих говорит, что хотя мы согрешили Но также говорит о том, что через то, что Иисус Христос умер на кресте, мы получили искупление Да, в 23 стихе мы все вместе веруем Однако, поскольку в 24 стихе Иисус Христос нас искупил Написано, что мы получили оправдание от Бога Если Бог говорит, что оправдал нас, значит, мы оправданы ведь Знаете, журналист, он просто веровал в это слово И потом он мне перезвонил Почему? Потому что в тот день он написал статью И на одной полосе, кроме рекламы, все было написано обо мне И тогда на следующий день пришли несколько служителей к нему И ему мешали работать даже Он сказал им, я журналист Я общался с пастором Моксу Паком и просто написал то, что пастор Пак сказал мне Это и есть права журналиста Я ничего не добавлял, не убирал Тогда почему же вы так ругаетесь со мной? Знаете, часто говорят нам об этом Есть ясность Слова Божия о нашем грехе И если мы добавляем наши мысли, наши чувства, вот что происходит Когда люди читают романы или другую литературу Раньше я очень любил читать романы Я читал книгу, которая называется «Преступление и наказание» Я читал перед тем, как получил спасение Это российское произведение Написал Достоевский Главного героя зовут Раскольников Раскольников, он убивает вдову, которая была ростовщицей И порфили, он начинает гоняться за Раскольниковым Я очень любил романы Однако у меня не было денег, чтобы покупать книги И в городе Ссан мне не было особо чем заниматься Если кто-то мне скажет, что где-то есть книга Я сразу бежал туда и просил у них книгу И ночи напролет я читал книгу И потом возвращал им Конечно, может, вам трудно поверить Но я почти прочитал все книги, которые были в нашей деревне Ссан Естественно, может, не прямо все книги Но большинство я точно прочитал Эта книга очень интересная Я легко прочитал два раза книгу «Преступление и наказание» И появляются такие ощущения, как будто я убегаю от профил И потом, когда я поехал в Россию Мне было так интересно читать эту книгу И поэтому я специально даже поехал на ту улицу На базе которого было написано это произведение Конечно, неизвестно, где точно находится дом Раскольникова Но автор этой книги написал эти события На базе Санкт-Петербурга Он не просто писал книгу Говорят, он 17 часов говорил А его секретарь записывал за ним И те ощущения, эмоции, которые приходят ко мне, когда я читаю книгу Подобные ощущениям Раскольникова Которые он испытывает, когда находится в бегах Было очень интересно Знаете, я читал много подобных литературы И всегда было интересно читать И часто оказалось, что я нахожусь в самой книге Но когда я читаю Библию же Библия же, она очень твердая Почему? Почему же Библия же такая неинтересная? Почему же нет эмоций? Ведь такая духовная книга Почему же так неинтересно? Почему же спать хочется? Но потом, что я смог обнаружить в Библии? В Библии полностью убрали эмоции Например, сегодня Если сегодня вечером, например, мы пели гимны о воскрешении Иисуса Мы слушали выступления хора, которые лучшие в этом мире Хор поет те же слова И мы можем увидеть, что день за днем становится лучше и лучше Я был полностью удивлен Да, это я говорю про эмоции Содержание слов одинаковое Да, Иисус Христос находился у гроба до утра Эти слова, которые выражены песней Эти слова дают удивительные ощущения, эмоции Поэтому мы не можем описать словами, сколько это будет стоить то, что мы слушаем в выступлении хора Эти пение закрывают полностью наши мысли И в наших сердцах рождается Иисус, который воскрес Хор в свое пение кладет Иисуса, который воскрес за нас и передает нам И мы не можем назвать, сколько это стоит то ощущение, которое мы испытываем И поэтому мы благодарны хору Однако в Библии же нет эмоций Потому что каждый человек испытывает разные эмоции, когда читает Поэтому самое главное это передать факты Начиная с бытия первой главы до последней главы Откровения Где бы мы ни читали Библию Нет слова о эмоции Бог для того, чтобы передать просто факт Нигде нет, чтобы Иисус Христос от Уме, потом Воскресенье, потом Мария или Марфа были впечатлены Написано просто Иисуса распяли Сказал, совершилось, преклонил голову, предал дух Такими простыми словами описали смерть Иисуса Христа Ведь точно были какие-то эмоции Точно было много эмоций, когда его били Он мог бы избежать этот крест Но если бы включили в Библию все эмоции, тогда Библия была бы огромной книгой Но в Библии написано, что Иисус сказал, совершилось И преклонил голову, предал дух Очень просто написано о смерти Почему? Нигде в Библии нет эмоций Духовная жизнь – это не эмоции Нельзя поднимать наши эмоции и вести духовную жизнь Даже если я не эмоциональный человек Когда я верю о том, что Иисус Христос умер на кресте за меня Тогда я верю, что, а, мой грех полностью омыт Это уже не эмоции Что еще важно То, что Иисус Христос умер на кресте Люди никак не могут заменить смерть Иисуса Христа Почему? Чтобы очистить наш грех Как бы мы ни покаялись, что бы мы ни делали, мы не можем очистить наш грех самостоятельно Только крови Иисуса Христа возможно очистить наш грех Но сегодня мы по им гимнам О, ничто лишь может смыть То ничто лишь кровь Иисуса Но люди обмануты людей И, чтобы очистить наш грех Им кажется, что Иисуса Христа недостаточно, чтобы очистить наш грех Наш грех настолько большой Что хотя Иисус Христос умер на кресте Но я совершил слишком большой грех Я совершил грех, который не должен был совершить Я грешник И люди начинают окружать себя своими мыслями, эмоциями И они начинают воздействовать на сердце человека Библия же очень ясно описала нам это Был молодой человек по имени Саул Однажды он услышал о том, что кто-то говорит, что Иисус Христос умер на кресте Через три дня в воскресе и ожил Не было таких случаев, чтобы кто-то умирал, а потом через три дня воскрес Может, где-то было еще Но это невозможно Ведь умер на кресте Пролил кровь Три дня находился во гробе И воскрес? Как такое может быть? Апостол Павел То, что Иисус Христос воскрес Поскольку он хотел понять это человеческими мыслями Ему казалось, что это обман Это мошенники Они ведут в заблуждение Чистый народ Если подробно узнать Может, кто-то видел, как Иисус Христос ходил в воскресе Тогда можно легко узнать правду Однако Павел начал думать, что это преступники Которые обманывают граждан наших И вы думаете, что вы сможете меня обмануть? Это враг народа Их нужно уничтожить Нужно убрать И Павел Начал устраивать гонения Начали сажать в темницу Бить И потом напитать Что сажали в темницу людей Но что важно? Да, Павел может так подумать Но это его мысли всего лишь Правда заключается в том, что Иисус умер И в том, что Иисус воскрес Однако Павел, он был окружен в своих мыслях Поверил в свои мысли Христиане, это очень странные люди Что Иисус Христос воскрес через три дня? Думаете, я в это поверю? Может, кто-то из народа поверит? Но я не поверю в это И поскольку его знания отличаются от того Что говорят, что Иисус умер и воскрес Павел, он же не простой человек Он очень сильно верит в себя Но все равно он должен был проверить Что является истиной А скажите, кто-нибудь видел Иисуса? Может, кто-то общался с ним? Что с ним дальше было? И если он послушает То будут люди, которые будут говорить Что я видел его Правда видели? Да Мы вместе ели И он говорил нам А где этот Иисус? Он воскрес и вознесся Что за ерунда? Как это может вознестись? Не может быть такого Даже если смотреть Есть же притяжение И если подниматься вверх Там не хватает кислорода Как туда можно подняться на облаке? С такими теориями Он противился христианам Своими мыслями Но Иисус это Сын Божий Поэтому и тот, чего мы не можем сделать Он может совершить Несколько раз воскресал мертвых Бог воскресил мертвого лазера Ученики видели это Вместе ели с Иисусом И он беседовал с ними Но Саввел Он не слышал об этом Просто устраивал гонения Однажды он поехал в Дамаск Чтобы поймать христиан И на дороге он встретился с Иисусом Засеял яркий свет И он не мог открыть свои глаза И был слышен звук Саввел, Саввел Почему ты гонишь меня? Что, что? Я гоню тебя? А ты кто? Что ты говоришь, что я устраиваю гонения? Кто ты, Господи? Но следующие слова Удивили его Я Иисус из Назрия Которого ты гонишь Что, что? Ты Иисус? Иисус, так ты жив, что ли? Саввел Он понял Почему же я только верил своим мыслям? Если бы я чуть-чуть проверил Я мог бы узнать Устраивал гонения Сажал людей в темницу С того момента Саввел поверил в Иисуса И что важно здесь? Когда Саввел услышал эти слова О, это мошенники Христиане Они обманывают Наш народ Эти мысли Верить в себя хорошо Однако это была не точная вера Если есть люди, которые видели, как Иисус воскрес О, я не могу в это поверить Скажите честно Иисус правда воскрес А где он? Вознесся на облаке Вы не обманываете сейчас? Это ведь можно легко придумать Нет, это правда Почему я буду вас обманывать? Тогда Павел Он мог ясно узнать Однако он даже не пытался узнать Некоторые люди говорят, что мы еретики Но в большинстве странах мира Сегодня Я был в Юго-Восточной Азии Африка, Латинской Америки Южной Америки Европе и в России В Северной Корее пока еще не был Но я был во многих местах Я был и в Северной, Южной Америке И когда в прошлый раз Я посетил четыре страны Латинской Америки Я встречался со старшими служителями этих стран Я им передавал это Евангелие Если много, тогда и 700 человек Если мало, тогда 600-500 человек От 550 до 700 людей Здесь собирались служители И общались мы И слушая меня, они сильно удивлялись И что они говорят? Удивительно Первое, что они говорят Пастор Лимичель был вместе со мной И я их представил, пастор Лимичель Он является представителем президента Миссии Гуниус И для меня это была не проблема Но они говорят Если бы я был бы пастором Я бы поставил сына на место президента В этом плане они сильно удивились Второе, что они удивились Это то, что мы не пришли И за денег Добрый хор И очень много денег Нужно, чтобы они поехали Но мы же от них не просим ни копейку Третье, это то, что не собираемся Забирать их, братьев, сестер И прихожан И четвертое, самое важное Что Истина, которую они передают Это истина, которую мы даже не можем представить Я встречался с четырьмя президентами Всем им передавал Евангелие Обычно, если я общаюсь с президентами Дают или 40, или минимум 20 минут Я же с президентом общался больше часа Я им говорил слово Вы, конечно, простите Но президент мне говорит пять минут Я говорю все остальное время И когда я разобирался Оказалось так Но они, слушая эти слова Они сильно удивляются Среди тех людей, которые встречались со мною Не было людей, которые говорили, что я плохой Но те, которые совсем меня не знают Притворяются, якобы хорошо знают меня И говорят, что мы говорим ересь Однажды мы хотели в Панаме проводить форум Там из церкви полного Евангелия Говорили о нас очень плохое Но один пастор из Панамы, который был в Корее На нашем мероприятии Он получил прощение грехов в Корее Поехал в Панаму И он сказал своим служителям Братья, я был даже в главном офисе Месси Гуньос И на протяжении нескольких дней Я жил в Месси и видел, как они живут И пока я ничего не обнаружил того, что отличается от Библии у них И на самом деле, чуть бы не обменили мероприятие, которое должно было быть у нас в Панаме Но почти 300 или 400 служителей И по нам мы собрались и слушали Слово Много служителей получили спасение Что важно Да, то, что Библия говорит И то, что мы говорим Оно одинаковое Мы должны веровать, что Библия является Словом Божиим Если бы Библия была бы не Словом Бога То нет смысла верить в эту книгу Но я 10 раз прочитал, 20 раз прочитал, 30 раз И чем больше читаю Конечно, я полностью еще не посчитал, сколько раз я прочитал Библию Но я не думаю, что я прочитал Библию более 100 раз Однако минимум 70-80 раз я прочитал Библию Да, может быть, какие-то места я читал больше, чем другие Однако, когда мы точно читаем Библию Каждый раз, когда проявляется Бог Я видел, что у Господа Бога есть сердце, которое нам иногда не полностью понять Есть глубокое значение у Него И в Библии ясно мы можем это обнаружить Порой есть такие места, которые сначала ты не поймешь А потом ты начинаешь понимать Знаете, до того, как я получил спасение, я очень много воровал Мы были голодными тогда И ежедневно мы ходили с ребятами, воровали батат, сладкую картошку И я ходил в церковь, поэтому я верил, что я точно попаду в ад из-за греха После того, как я получил прощение грехов С того момента, моя жизнь начала меняться И я смог найти в Библии все места, где говорится о прощении грехов Когда священник согрешит Когда весь народ израильский согрешит И когда и старейшин кто-то согрешит Когда есть кто-то из народа согрешит Есть разные способы жертвоприношения Однако в каждом жертвоприношении есть глубокий смысл Но что важно Это то, что Сатана вкладывает туда наши эмоции Я еще раз скажу, что в Библии везде убрали эмоции Если в Библию вложить эмоции То, может быть, одна книга будет размером одного машины Но здесь есть только факты И также здесь все сделано, чтобы мы могли проверить, что это факты Как мы очищаем наш грех Иисус Христос, Он не человек Бог тоже не человек Библия начинается Вначале сотворил Бог небо и землю В Библии написано, что Бог сотворил небо и землю Почему Он мог сотворить? Потому что Он Бог Люди, естественно, не могут сотворить небо и землю Мы даже не можем маленькую проблему решить сами Если мы смотрим с точки зрения человека То часто могут быть проблемы Потому что возможности Господа Бога полностью отличаются от возможностей людей Иисус Христос шел по морю Что за ерунда? Бог, Иисус, вознесся на облаке Воскресил мертвого И стелял больных Казалось бы, как такое может быть? Знаете, почему такое не может быть для нас? Если мы думаем, что Бог такой, как мы Конечно, это невозможно Однако Он же это всемогущий Бог Если мы верим, что это Бог, который всемогущий То ничего невозможного нет для Него Это очень ясно И мы должны думать об этом Большинство людей Говорят, я согрешил Иисус Христос умер на кресте Об этом все мы знаем Почти нет людей, которые бы не знали о том Что Иисус Христос умер на кресте Из-за наших грех Иисус Христос умер на кресте Из-за наших грех Наш грех полностью был омыт Мы сказали Если Иисус умер на кресте за наш грех Но если Он очистил только часть нашего греха А другую часть не смог очистить Тогда даже из-за маленького греха нам нужно попасть в ад И если Он очистил только часть наших грехов Мы не можем сказать, что Он очистил наш грех В Ветхом Завете, когда священники приносили жертву Приносили жертву овец И что они делали? Вот они очищали грех только тот, который совершат люди Я сначала об этом не знал Я читал к евреям К евреям очень интересно описывает, как Иисус Христос очистил наш грех Сегодня многие служители Я не видел людей, которые бы передавали слово через посланник евреям, кроме нашей миссии Многие ученые говорят, что посланник евреям очень сложная книга Хотя мы, когда смотрим, это очень простая книга Это тоже простая книга Но почему они говорят, что это сложная книга? Потому что когда Иисус умирал на кресте Они говорят, что да, Он очистил наш грех Однако поскольку я снова согрешил, поэтому я грешник И поэтому я точно грешник Иисус очистил наш грех Но мы, если снова согрешим, будем грешниками С такой точки зрения они читают Библию Я же, когда читал посланник евреям Я смог найти ясный ответ К евреям 9 глава 11 стих Написано Но Христос, первосвященник будущих благ, придет с большей совершеннейшей скинею Он пришел как первосвященник будущих благ И здесь говорится о двух скинеях И что здесь можем увидеть? Придет с большей и совершеннейшей скинею Написано Нерукотворенную Нерукотворенную И большая и совершеннейшая скинея Что это за скинея? Что это за скинея? Есть две скинии Одно то, что Царство Небесное А второе, которое было на земле Скинея на земле не должно быть два Господь Бог сказал убрать все Кроме скинея в Иерусалиме Есть две скинии Одно то, что над Царством Небесным Второе, то, что на земле Есть люди, которые говорят, что именно храмом является на земле Но это люди ошибаются В Библии же Был храм в Иерусалиме А в других местах, где Иисус часто передавал слово Называется Синагогия Синагогия в Капернауме В Иерусалиме, где-то в Галилее Очень точно разделяют храм с синагогией То место, где мы собираемся Это не храм Может быть, мы можем сказать, что это святое место По этому храм Но храм в значении Бога Моисей поднялся на гору Синай И он видел храм, который есть на небесах И по подобию того, что он увидел, сделал на земле И поэтому храм, который есть в Царстве Небесном Сделал не руками человека Храм, который на земле В Ветхом Завете называется Скинией Почему Скиния? Поскольку израильтяне тогда находились в пустыне И они должны ежедневно перемещаться Невозможно же построить здание, а потом разрушить Пойти в другое и снова построить, проводить собрание И поскольку в тот момент израильтяне Они шли из Египта в Хананскую землю Поэтому они часто должны были переносить Храм Поэтому сделали в виде Палаты и называли Скинией Правильно? И это называется Скиния Называется Скиния А потом Соломон, он построил в Иерусалиме храм Да, одинакового вида И это здание, которое может постоянно стоить Поэтому называется храмом И до того, как появился Соломон Пока они построили храм Всегда носили с собой И поэтому строили Скинию И приносили жертву там Девятой главе Евреям 11 стихе Иисус пришел как первосвященник Естественно, прийти с большей И совершеннейшей Скинии И не рукотворенно Скиния сделана не руками Храм Да, есть два места И то, что в Царстве Небесном сделано не руками А то, что на земле сделано руками Именно о чем говорится в Библии Да, на земле сделали поподобие того, что есть в Царстве Небесном Но есть одно отличие Это то, что отличается во времени Находящееся на земле Оно находится в мире времени И поэтому может исчезнуть Оно может измениться Может разрушиться Поэтому в данный момент Тоскиния, которая была в Израиле Его разрушили И на основе На основе храма Соломона Построили мечеть сейчас Но тот храм, который построил Соломон Он исчез Он может разрушиться Со временем исчезнет И стол хлебов исчез И ковчег пока неизвестен, где он находится Почему это произошло? Потому что находится в мире времени А под влиянием времени все меняется Меняется, значит исчезает В мире времени очищать грех Возможно очистить только грех того момента Грех, совершенный на тот момент, можно омыть Но в мире времени возможно совершить вечное искупление Поэтому каждый раз, когда грешим Нужно приносить жертву И о чем говорится в Библии Христос пришел как первосвященник будущих благ И написано С большой и совершеннейшей скини Нерукотворенную Другими словами скини Которые на небесах, а не на земле И в чем различие между скини Которые на небесах и на земле Хотя Соломон использовал множество золота, серебра, меди, чтобы построить храм на земле Но проходит время, а оно меняется, поэтому нужно ремонтировать Если оставить, оно может исчезнуть Если придет враг, его могут разрушить Но то, что на небесах, оно вечное Поэтому не исчезает Вечно существует И второе В этом мире это мир времени А в мире времени есть прошедшее и настоящее будущее И поэтому есть разница во времени везде Есть слова, которые используются в настоящем времени Есть слова, которые используются в прошедшем значении И есть слова, которые используются, когда мы хотим сказать то, что будет Правильно? И поэтому, когда мы говорим о земных вещах, нам нужно время Мы должны обозначить ясно время Использовать слова, когда говорим о прошлом Использовать слова, которые используем, когда говорим о настоящем И слова, которые используем, когда говорим о будущем, они отличаются между собой А в Царстве Небесном, там совсем нет времени. Не стареем, не меняемся и не умираем. И кровь, которая там находится, она вечная. Здесь, на земле, мы можем очистить грех только от того момента. И если снова согрешим, нам надо будет снова приносить жертву. Каждый раз, когда грешили, нужно было приносить жертву, поэтому умерло очень много овец. Если бы Иисус Христос взял кровь, которую пролил на кресте, если бы помазал бы жертвами, которые на земле, то поскольку это мир времени, может очистить грех только от того момента. А когда народ снова согрешит, тогда нужно будет снова и снова приносить жертву. Тогда даже если Иисус умрет тысячи раз, десятки тысяч, даже миллион раз, если Он умрет, все равно недостаточно будет, чтобы очистить наш грех. Девятый главный послание к евреям, одиннадцатом стихе написано, что Иисус, Он принес жертву не на скине, которая была на земле, сделанная на земле, это рукотворенная, и которая устоит в этом мире. И это намного меньше, чем которая на небесах. А здесь написано, придя с большей совершением скинею, и оно было нерукотворенной. Другими словами, на скине небесах. Что говорится в двенадцатом стихе? Посмотрите. Как здесь говорится. Иисус не кровью козлов и тельцов, но со Своей кровью совершил вечное искупление. Правильно? Правильно? И однажды вошел в Освятилище. Так говорит нам Библия. Бог сказал, что Он совершил вечное искупление. Значит, Он совершил вечное искупление. Туда не нужно добавлять наши человеческие мысли. И что еще важно, Бог не человек. Он воскрешает мертвых. То, что невозможно человеку, Бог может совершить. Апостол Павел. Здесь мы читали сегодня о Евтихе, который умер. Павел. Может подумал, как можно воскресить мертвого? Этого не может быть. Но, говорят, это невозможно, конечно. Однако, если Бог спасет, все возможно. Вот во что Он поверил. Хотя Иисус умер на кресте, но Он воскресил через три дня. И Павел написал, Да, когда Иисус Христос был на земле, Он воскресил мертвого лазера. И в Библии рассказывает, сказал, Он спас многих людей. Мы же не можем спасать. Но Бог делает. Я тоже видел, как в моей жизни Господь Бог совершает многое невозможное человеку. И что сделал апостол Павел? Он поверил в Бога. Господь Бог может очистить наш грех навсегда. Он может воскресить мертвого. И он видел, что Иисус Христос совершает подобное деяние. И видел, как Павел поднял хромого. Евтих упал с третьего этажа. Он умер. Павел спустился. Правда в том, что он умер. Однако Павел о чем подумал? Господь Бог может спасти Евтиха. может спасти Евтиха. И у него была вера в это. И тогда все люди видели, что Евтих умер. Но Павел говорит, не переживайте. В нем есть жизнь. И веровать в это. Он верит в обещание Господа Бога, в силу его. В том, что у Бога есть сила, чтобы спасти этого мертвого Нюношу. И он выжил. Это правда. Что важно, что и мы, если будем иметь такую веру, будем так же жить. То слово, которое говорит Павел, Иисус воскресил. Значит, и у него появилась вера, что он может воскресить и Евтиха. О том, что Бог будет действовать. Он не может воскресить. Однако Иисус ведь со мной. Если я верую, тогда этот юноша будет жить. Глазами веры он посмотрел на Евтиха. И тогда Евтих смог выжить. Да? Не беспокойтесь. В нем есть жизнь. И он воскрес. О чем здесь говорится? И сейчас Бог действует через нас. Нашими глазами, когда мы смотрим, мы ежедневно грешим, поэтому нам кажется, что это невозможно. Мы говорим, что мы грешники. Однако Иисус больше, чем мы. Он очищает не только прошедший грех. Написано, что Он совершил вечное искупление. Да, будем верить, не будем, это от нас уже зависит. А Иисус же, Он очистил весь наш грех. И вот о чем говорится в Евреям 9 главе. Не из крови козлов и тельцов. Но со своей крови однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. И когда мы веруем в это Слово, тогда Дух Святый входит в наше сердце. И я начинаю меняться. Я начинаю меняться. Иисус дает Иисус дает мысли, которых у меня никогда не было, и дает жизнь, которой раньше я не жил. И это происходит не по моей воле, а верой в Иисуса начинают происходить изменения. Иисус имеет огромную силу. Силу Он имеет. И когда мы веруем в эту силу, у верующего в силу Иисуса Иисус начинает действовать. Сначала Павел не верил в воскресение Иисуса. Однако он поверил, чтобы Бог его воскресил. И Евтиих это умер. Но поскольку у него была вера, что Иисус Христос воскресит его, да, у него нет дыхания, нет пульса, но говорят, не переживайте. Жизнь есть в нем. Он может сказать подобные слова, и Евтих вышел. И это касается нас. Мы веруем, что кровью Иисуса Христа мы очистили наш грех. Но мы не верим, что Бог будет действовать во всех этих делах. И поэтому мы, если сталкиваемся с проблемой, мы сами стараемся избавиться от них. Но Бог уже делает не так. Я сказал Юану. Юан, Высайя 40 главе 31 стихе, написано, надеешься на Господа обновяться в селье? Надейся на Господа. Тогда у тебя будет обязательно новая сила. Библия нас не обманывает. Если Бог даст нам новую силу, ты сможешь победить Дядя Скорпиона. Я сказал ему подобные слова. И брат наш поверил в эти слова. И он обновился. Победил Дядя Скорпиона. Врачи говорили, что он сможет прожить два часа максимум. Но он выжил. Сейчас он стал отцом трех детей. И он живет удивительной жизнью сегодня. Это удивительно. Дорогие братья и сестры, мы верим в Бога. не надо верить пастору Ксупака. Я не могу все делать. Но Бог же не пастор Ксупак. И я, если верую в Бога, вера может совершать чудеса в нашей жизни. Божество людей, они запутаны в своих мыслях. И поэтому люди, они отдают себя мыслям. Но если мы поверим, оставляя порядок в наших мыслях, тогда Бог будет действовать у верующих в Него. И мы, как Павел, мы можем воскресить мертвого. Я верю, что мы можем жить, как Иисус. Я, конечно, не воскрешал мертвых. Но я много раз спасал людей, которые находились при смерти, когда я поверил. Я видел, как Бог действует. Другими словами, веру я притягиваю силу Божию. Электричество проходит через провода. Когда мое сердце будет по сердцу Божьему, тогда я верую, и проявляется сила Божия. И тогда вы сможете жить в такой же благословении, которое дает нам Иисус. Прошло много времени. Господь Бог действует в нашей жизни и живет в нас. И Он может в вас сделать все. Нужно веровать в это. Тогда Божьей будет вашим. Праведность Божия будет нашей праведностью. Прощение греху будет наше прощение, Его сила будет нашей силой. Когда Бог будет действовать в нас, мы не будем жить подобной жизнью. Я верю, что вы будете жить благословленной жизнью. Размышляйте и открывайте Слово. Читайте Библию. И хотя, может быть, вам кажется невозможным, но если вы поверите, тогда Господь Бог будет проявлять удивительную силу в вашей жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok